И это будет морально непростое видео. Настала поговорить о том, о чем мы с вами очень долго не разговаривали, хотя, в общем-то, я понимала, что об этом нужно говорить еще очень давно. Но не о всех вещах так легко и просто можно взять и начать рассказывать. Я могу легко рассказать вам о том, что у меня здесь лежит, например, оскорбинка. Или могу сделать обзор на эту нераспакованную помаду. Но сделать обзор на саму себя из прошлого, на события, которые травмировали тебя очень много лет назад, на события, которые ты хотела забыть, потому что они тебя сильно травмировали много лет назад. И есть причины у этих травм. И рассказывать про такие вещи в момент, когда ты находишься в максимально моральном... И рассказывать про такие вещи в момент, когда ты находишься в максимально хреновом состоянии... Да блин, соберись! И рассказывать про такие вещи, когда ты находишься в максимально уязвленном состоянии, твою мать. Ну, рассказ про такие вещи в момент, когда ты особенно морально уничтожен, очень хреново Я записала трек, как вы знаете, на котором я работала, и я залила кусок этого трека в тикток Люди расслышали, что здесь поется о женщине, которая повела у другой какого-то мужика И там, не знаю, называет ее Шелл Юха Мягкий Знак Ладно, там так не поется, но кого это волнует, да? Один уже услышал, у него видео зашло, все остальные присоединились и пошло-поехало На следующее утро настолько все дошло до просто какого-то безумия, что мне пришлось оправдываться за кусок этого, блин, трека Который вышел, кусок, который состоит из, блин, пяти строчек Но это уже отдельная история, там будет посещено отдельное видео, к этому мы еще вернемся Меня последние 10 лет зовут Мелисса Мне 28 лет на сегодняшний момент, пока вы смотрите это видео До 17 февраля мне станет 29 лет Сегодня мне 28 Все пруфы я вам предоставлю позднее В чем проблема? Проблема в том, что Мелисса звали меня не всегда Имя и фамилия, которые были даны мне при рождении, это Полина Фролова Я поменяла имя, когда мне исполнилось 18 лет 17 февраля 2011 года я была в ЗАГСе и меняла свое имя и фамилию И в 2011 году в марте мне выдали свидетельство о смене имени Вся эта история, которая с вами произошла, она произошла из-за двух мужчин в моей жизни Первый мужчина, который оказал на меня очень хреновое влияние Это, безусловно, мой отец, которому мы посвятим больше половины видео Второй мужчина, который оказал на меня адски грандиозное влияние Это мой первый молодой человек, который впоследствии, как я узнала, оказалась девушкой Ну, через 3,5 года Как вам? Встречаться 3,5 года с парнем, а потом ты узнаешь, что это дама Почему в какой-то момент времени, 10 лет назад, когда мне исполнилось, как вы понимаете, 18 лет Я подумала, что нужно сменить имя Тому было очень много причин, и, конечно же, как говорят психологи, проблемы нужно искать в семье Давайте поищем проблемы в семье Начнем с моего самого раннего детства Вы хотели мое грязное белье? Я вам его покажу Звоню бабушке Почему? Все произошло На фоне все остальное Алло Алло? Ба, привет Алло? Алло, привет Мелисочка, здравствуй, дорогая моя Привет Здравствуй Привет А? Если что Как дела? А? Алло? Алло, как дела? Как ничего потихоньку Как вы можете догадаться, я не вывезла этот разговор У меня случилась истерика, поэтому я кинула трубку, отплакалась и перезвонила ей еще раз У меня такой вопрос очень странный будет Просто Ну, это нужно спросить Помнишь, когда я была маленькая, я приезжала к тебе и в один день приехал отец? И помнишь, когда была какая-то ситуация, когда он тебя пытался из окна выкинуть? Да, была дочь, ой, простите, я был 6 лет Да, да А из-за чего это было? А из-за чего это было? Сейчас опять могут посыпаться упреки в том, что я всех обманываю, что ты говоришь, что ты родилась в Лондоне Во-первых, я так не говорю Всегда говорила, вот отрывки с интервью, что я родилась в Москве Но потом я переехала с моей матерью в Англию Мы действительно переехали с 3-х где-то до 5,5-6 лет, я была там И потом, когда мы вернулись с матерью из Англии, дальше будет диалог с моей матерью, вы услышите детали Я поехала, типа, в гости к бабушке И мой биологический отец в этот момент хотел меня выкрасть А это было из-за чего? Из-за тебя Ну, что-то там туда-сюда, а я что-то не то сказала, но заберу там, ну какие-то вот Дочка, конкретно не помню, но семейные это, ну вот И ему не понравилось, ой, ёй, я еле ноги убью А что случилось? А, да нет, я просто, ну, как будто я сплю, и, ну, я не помню, была такая ситуация или нет Я что-то сижу и думаю, ага, но это было, да, то есть это не приснилось? Да, Лапулечка-то моя дорогая моя, ну, не будем, а грустно Ну, да, давно было Ну, отец, он крутой, ну, резкий, ну, как там, скажите А мы все волновались, чтобы он просил меня за них, чтобы тебя не забрал Ну, там, как это там сказать, общаться это одно, а когда... Вы хотели этого? Давайте маме позвоним Чему, интересно, Лиза скрывала им, почему она им сменила десять лет назад? Она не слышит сто процентов Привет, мой хороший звончик, мне звонит наконец-то Да, не часто эта история Ура! Я ура! Слушай, мам, да нормально все, хорошо, да, все хорошо, отлично просто У меня будет к тебе очень странный вопрос, ну, типа, не спрашивай, зачем я это спрашиваю, просто мне очень интересно Скажи, пожалуйста, а вот когда, типа, ну, ты с отцом приняла решение развестись, почему? Ну, он был очень жестокий по отношению к тебе, ну, в общем-то он не очень был Ну, да, я просто, типа, не знаю, у меня какой-то очень дурацкий сон приснился, и я не могу понять, на самом деле это, типа, сон или это, ну, просто отрывки из моего детского прошлого Ага Ну, мне приснилось, типа, что истерика, будто он меня выкладывает куда-то на балкон, и, типа, что-то на тебя орет, и не дает мне зайти в квартиру А, слушай, я в шоке, а это же было Да, это было Я была маленькой, и кричала постоянно, вот это, да, я сейчас присяду Ты была совсем маленькая, ну, роды у меня были тяжелые, поэтому я тебе говорю, Бог мне помогает, и это точно, это просто не надо шутить над этим Вот тебе самой приснилось то, что было такое Короче, ты не спала совсем долго, не спала, ты кричала по утрам Я немножко выражу, потому что дальше там личная информация моей матери, но если, из того, что я могу вам сказать, да, то, когда я родилась, мать с отцом жили, ну, в разных местах Она заканчивала вуз, а батька работала И этот приезжал иногда по выходным Ага, а то есть вы не вместе, да, жили? Нет, и он приезжал, а ты по ночам кричала, поэтому он как-то это однажды взял И это же зима была, ты же зимой народился Да, да Вот, и решил тебя на балкона, чтоб ты не кричала Ну, естественно, какой балкон, и все, и как бы я это забрала Ну, то есть это, ты чего, с ума сошел? То есть сошел? Какой балкон? Ага Вот, и... Ну, вот это вот была попытка, типа, мешает спать На балкон вынесу, чтобы не орала Она у тебя не совсем нормальная Ну, конечно, а еще и только у тебя, да? То есть он здесь ни при чем? Нет, 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 только я Поэтому сколько я за тот период выдержала, вынесла, только Бог один знает Ну, я не знаю, как я пережила мой подростковый период, когда я боготворила отца, да, я честно не знаю Ну, и все равно я это пережила Да? Да? Угу Да Ну, и чего может еще произойти? Лучше забрать ребенка и убежать Это поэтому мы улетели, да? Ну да, поэтому да И мы, типа, сначала улетели в Англию, правильно же я помню, да? Ну да А потом уже в Индонезию улетели А потом нам в Англии визу отказали повторную, постоянно Мы нашли причину Они развелись, когда мне было три года И как только они развелись, мать сразу взяла меня и улетела до этого момента Я не знаю, что было, я у нее не спросила, как вы дальше услышите Ну, суть по всему, она терпела с целью того, чтобы доучиться до конца в УЗИ Обрести определенными связями, а так как она училась на лингвистов, то, соответственно, она, видимо, находила каких-то корешей Я не знаю всей этой истории, но факт в том, что мы оказались в Англии И у нее была возможность устроиться, типа, в интернациональную компанию, которая пригласила ее и меня, потому что она с кем-то там скорешилась Собственно, жить в Лондоне Моя мать там работала, а я там ходила в детский сад Потом мы должны были подавать на продление визы, и матери в визе отказали, то есть ПМЖ нам не дали Я не знаю, в какой причине я это с ней не обсуждала, просто не дали Мы вернулись в Россию Дальше было то, что рассказала бабушка в первой части видео И после вот этого мы мигрировали в Индонезию Вот настолько меня трясло, пока я с ней говорила Потом произошла полная дичь Моя мать не смогла находиться в Индонезии ввиду климата У нее начались очень сильные проблемы с сердцем И мы были вынуждены покинуть Индонезию Хотя в Индонезии у нас все было Объективно хорошо Я выучила индонезийский, я ходила в индонезийскую школу Параллельно с русской У меня было две школы одновременно русско-индонезийская Вот, и тогда еще с первого класса У меня начались проблемы в взаимоотношениях с мамой Очень сильные, потому что она заставляла меня учиться Думаю, теперь знаю предысторию Вы понимаете, почему она заставляла меня учиться И я тоже сейчас, когда Ну, вынуждена была столкнуться вот с этим обобок Я помню, что я очень много говорила Плохого про мою мать в блоге Что она достаточно жесткая Но я думаю, вы теперь понимаете, почему Не то, что я беру свои слова назад Это невозможно сделать Почему мне очень стыдно за то, что я говорила Я правда забыла все Это мой мозг, он стер всю информацию Которая была до Ну, до определенного момента моей жизни То есть лет до 18-19 Я просто не хочу об этом думать Не хочу об этом смотреть Ничего не хочу с этим иметь общего В общем, потом начинается полная дичь Со мной Мы возвращаемся в Россию Денегу моей матери на тот момент нет Все, что у нее есть Это ее образование И это ее стаж работы в интернациональных компаниях К тому моменту уже большой Возвращаемся Мы где-то Ну, короче Ну, не помню Не буду врать В 8-9 лет Возвращаемся в Россию Мать уезжает в Москву Арендует квартиру С какой-то своей корешесой из вуза Я еду в тулов к бабушке Потому что мать не может арендовать квартиру Вместе со своей подругой С маленьким ребенком Которого тоже нужно устраивать Учитывая, что вынуждены Мы были из Индонезии Буквально уехать В самое ближайшее время Потому что был пипет И вот, приезжаю я из теплой Индонезии Где мы жили В очень богатом доме Потому что нашла там какую-то семью С которой она вместе работала И нас буквально приютили В огромнейший дом Там был просто сильнейший особняк У меня выделили личного водителя Я была вот такой малявкой И у меня был личный водитель Мы приезжаем в Россию Меня ссылают к бабушке в Тулу Какой у меня был диссонанс Приехать из моей богатой жизни в Индонезии С личными водителями С поваром Который был у нас при доме То есть Совсем В Россию В Тулу К бабушке Для меня это было очень сильным ударом По менталке Очень сильно К тому моменту Отец уже стал богатеть Когда мы вернулись Естественно Отец вышел со мной на связь У него уже был другой По моему ребенок К тому моменту Да у него уже был 2 или 3 летний сын Вышел со мной на связь Мы начали общаться И Начались очень сильные проблемы С мамой И с бабушкой Потому что я реально хотела Жить с отцом Я Как-то только была возможность К нему приезжала А он такой Типа Ну Ребенок хочет Пусть приезжает Я же ничего для этого не делаю Как бы Я же просто ее приманиваю деньгами И Да Девятилетняя я Действительно Когда я приезжала Отец сразу приносил мне Знаете Огромные домики для барби Там Просто десятиэтажные Гигантские Которых ни у кого не было Из моих знакомых Туле детей И я хотела хотя бы Перебраться к батьке Который весь такой богатый И классный У которого классный лайфстайл Который никак Моя мамка не заставляет меня учиться 24 на 7 Не дает мне репетиторов По всем предметам И каждый раз Когда я приезжала туда Естественно Мы очень много разговаривали с отцом Мой отец по профессии На тот момент был Психолог Сексолог Естественно Когда ты ребенок У тебя повышенный интерес к этому вопросу Это нормально И мы очень много над тем говорили Я этим очень сильно гордилась Потому что в основном Все знакомые, с кем я общалась В той же школе Про половое отношение Не знали примерно ничего Ну или то, что оно в принципе существует Но многие дети Там в 9 лет Очень иронично верили Что родители изучали их Господи, даже не родители изучали Там какие-то аисты, капусты Поэтому мне было там так классно Потому что там можно было Бесконечно обсуждать запретное Я читала огромное количество литературы Которая связана с темой Ну, вот этого всего Потому что она была в бесконечном количестве У нас была отдельная библиотека в доме Где была вся литература На эту тему как научно-популярная Так какая-то просто, знаете Ну, максимально физиологическая То есть я знала про весь процесс Про все его методы И в том числе, блядь, про свингерство Как бы все еще мы говорим Про ребенка в возрасте сейчас до 13 лет Я не говорю, что я в 8 лет пришла И стала читать книги про свингерство Скорее всего, это было не так Но вот этот промежуток в 8-13 Он был вот в таком вот вайбе Что происходит дальше? Я все еще живу у бабушки Отец все еще живет на Рублевке Мать все еще пытается выжить Короче, ситуация, конечно Ну, для такого ребенка отстойная Самое печальное Что с матерью я практически не проводила Время вообще Потому что она действительно Супер много работала Тупо не было денег А все деньги, которые она зарабатывала Она отправляла у меня с бабушкой Вы спросите, а где была помощь отца? Да, безусловно, он помогал Но вы знаете, это была помощь Через унижение Он никогда не давал Не платил мне алименты Просто так Мне обязательно нужно было ему звонить Да, если я звонила ему раз в месяц И говорила, пап, дай мне денег Он начинал меня, ну, типа, троллить Я такой, ну, на что тебе деньги нужны? Типа, хочешь себе помаду купить? Специально, знаете, там, типа, хочешь маникюр сделать? Волосы покрасить Тогда, да, он высылал, типа, там, бабушке деньги Которые моментально, абсолютно моментально Уходили на моих репетиторов Бесконечных, на кружки Потому что все это стоит очень дорого Короче, так, за это я жила до 13 лет Я думаю, сейчас очень многие, кто плюс-минус моего возраста Эту историю для себя сочтут валидной Потому что нашелся такой сайт Биом.ру Я регистрируюсь на сайте Биом.ру Боже, это было так давно Это лучшие, наверное, воспоминания из моей жизни Как бы, грустно это не звучало По крайней мере, ну, детского периода Так это точно было лучшее Несмотря на то, что там принесло очень много боли Так, я регистрируюсь там Под... Хочу сказать, посмотрите Под этой, под Ино Поэтому я укладывала в антинфот о том, что это персонаж очень важно для меня И начинаю тусить в ролевках по Наруто Как бы, очень быстро нахожу себе классных друзей Самых, типа, пафосных ребят там из той тусовки, которые только были Мы все начинаем корешить У меня начинается реально очень приятный эпизод в моей жизни Потому что теперь в моей жизни есть не только образование Не только непонятный отец, которому я приезжала на каникулы Не только мать, которая меня на тот момент раздражала Потому что мы с ней даже не виделись И, ну, как бы, поведется какая-то жизнь Там мы знакомились с мальчиком Три с половиной года мы общаемся Оказывается, девочки Но это все не хочу сейчас поднимать В чем прикол? Эти три с половиной года, получается, выпали как раз на возраст Моих, ну, тринадцати лет до шестнадцати с половиной И в этом промежутке в моей реальной жизни, знаете, как будто просто огромный пробел Единственное, что не пробел, это как раз-таки встреча с моим отцом Когда я приезжала к нему на каникулы, когда я жила с ним какое-то время достаточно продолжительное В перерывах от Биона я общалась с моим отцом И он очень много тогда начинал говорить со мной на тему того, что я уже взрослею В промежутке с тринадцати до шестнадцати, а у меня уже был паиль в интернете Мне самое важное было, чтобы отец ни в коем случае не узнал, что у меня есть отношения в интернете Иначе он меня кокнул бы Параллельно он начинал мне рассказывать о том, что женщина должна быть женственной Женщина должна найти богатого мужчину Типа, только Ужасные женщины не находятся в богатого мужчину Типа, посмотри Типа там на всех женщин, которые ко мне приходят Они вот приезжают на Бентли, они приезжают на Rolls Royce Посмотри, вот у этих женщин там сумочка какая-нибудь стоит дороже, чем, типа, жизнь твоей матери И, естественно, я тоже хотела, чтобы у меня сумка была какая-нибудь дорогая Хотела, чтобы у меня была крутая какая-нибудь тачка Поэтому эта мысль, она у меня была в голове забита очень прочно на моей ужасной подкорке Единственное, что на тот момент меня как-то вот так вот стопорило Это мои отношения в интернете Потому что я действительно очень сильно любила того человека, с которым мы были все эти годы вместе Тем временем я росла Когда я пришла в экстренат, мне было 15 лет Когда я поступила в экстрен, я жила уже с матерью на ее квартире вместе с ее немецким мужем На тот момент они жили в России, в Москве И, в общем, учеба, встречи с отцом, мать И все это очень сильно колышло мою психику И вот, собственно, мои отношения в интернете Когда дело подходило к сдаче ЕГЭ, к сдаче Олимпиад То есть уже весной мы начинаем постоянно сраться с моим партнером в интернете И в конечном итоге это сложная, тяжелая история Чтобы не разродаться, скажу так, что я узнала, что это девушка Тоже мне это не просто так давалось, но я узнала, что это девушка И это не просто девушка Это девушка, которая была буквально моей копией Она была абсолютной моей копией Она выглядела в точности, как выгляжу я Ее звали тоже в точности, как звали меня И вот это нанесло мне глубочайшую, глубочайшую травму Для меня вот этот человек был единственным спасением от безумия От безумия абсолютного, которое просто делало в моей реальной жизни И случилось это предательство Это обосновано для того, почему я поменяла фамилию Поэтому, если кто-то будет мне писать Привет, Полин, просто помните А, вы носите мне сильную травму каждый раз, когда я это вижу Но если вам нравится носить сильную травму Мне, я просто буду кидать вас в блог Когда в ТикТоке произошел слив У меня случилась ужаснейшая истерика У меня была адская паническая атака Я не могла спать И да, я понимала, что мне придется за все это оправдываться Рассказывать, наконец-то рассказывать Но мне было очень плохо И мне было настолько плохо Что я понимала, что я должна Снимать сейчас свое видео Потому что если я не сниму и не покажу Как мне плохо, никто даже не поймет Насколько мне было хреново И теперь представляете Для меня это очень болезненная история Не потому что я просто скрывала, что сменила имя и фамилию Потому что мне хотелось скрывать, чтобы никто не узнал В таком случае мне было бы, да, очень неприятно Я бы, конечно, разозлилась Но я была бы именно злая А здесь я стала переживать Как будто все это происходит снова Я испытала все те же самые эмоции Которые я испытала Тогда, когда Узнала, что мой любимый человек Меня все это время обманывал И на меня напала адская паническая атака У меня была такая истерика, что я просто захлебывалась в слезах Я очень боялась Вообще, я пережила адский страх У меня поднялась температура Мне было так плохо, что Я вообще не знаю, как я вывезла ту ночь Давид ничего не знал Он, естественно, спал и дождалась, пока он заснет И просто ушла в ванную И, ну, рыдала У меня только из 10 комментариев Только один был не про то, что Привет, Полин Это было просто ужасно Я не испытывала никогда такой боли за последние Ну, реально Вот 10 лет, как только все наладилось Параллельно единственное, что Наверное, меня как-то вытаскивала Это сообщение некоторых моих подписчиц, с которыми я общалась У меня очень много слов поддержки написали в инсту У меня до сих пор приходят слова поддержки Я боюсь захотеть в инстаграм, потому что Когда я открываю и читаю, то я начинаю рыдать Я только успокоюсь, но как только я захожу в инсту И вижу все то, что мне пишут Все-все-все Огромные слова поддержки, любви Мне становится так плохо Спасибо большое всем, кто мне написал поддержку в ту ночь Спасибо большое двам очаровательным девушкам, с которыми я переписывала именно в этот момент Потому что если бы я с вами не общалась в ту ночь, то я бы не вывезла Я бы просто, мне кажется, не дожила до утра У меня есть подруга, она тоже ютуберша Она занимается консультациями, но психологическими Конечно, когда мне было очень плохо, мы с ней созванивались И, блин, я даже про это не могу говорить, потому что мне настолько плохо Вот, она сказала, что, ну, и мы решили с ней вместе, что я хочу, чтобы эту историю все знали, но... Потому что она очень тяжелая для меня И мы сняли с ней совместно Ну, типа, не то что видео, я просто позвонила ей Включила камеру и записала наш разговор Вот Так что у нее на канале есть видео про эту Полину Она тоже большая, но очень тяжелая Очень тяжелая Но здесь мы поговорим про моего отца Ну, смотри, например, на самом деле все очень взаимосвязано То есть, ты, все свои чувства, которые в тебе накапливались, до сих пор сидят, да, по отношению к этой ситуации Как к тебе поступили очень некрасиво, да, и как тебя обманули И у тебя до сих пор есть переживания на эту тему И понимание, что ты несправедливая И что вот тоже мысли изначальные были, что вот отец был прав, да, то есть это все от непрожитых в том числе эмоций и обесценивания твоих эмоций Сейчас будет самая жесть, сразу говорю, как бы это реально, ну, это прям жесть К сожалению, мне пришлось через это пройти, потому что я не знала, что мне делать Мне повезло, что я достаточно легко отделалась, кто знает, как жизнь повернулась Если бы просто обстоятельства сложились немножко в другую сторону В какой-то степени мне повезло Конечно, назвать все то, что произошло повезением, это язык не поворачивается Но я отделалась самым легким, всем, чем я могла отделаться Сейчас я поведаю вам историю, что со мной происходило после того, как я испытала вот это предательство Сначала от моей, ну, от моего парня, который оказался девушкой И от отца, который просто не нашел слов поддержки, не хотел меня поддерживать И наоборот, начал на меня давить И уже таки с кем-то начать нормально знакомиться Хотя бы пробовать отношения, называлась так, пробовать отношения В 16 лет после того, как произошел момент, когда я узнала, что мой виртуальный парень С которым я встречалась в тот момент 3,5 года Оказался девушкой с таким же именем, как у меня Моя психика сломалась Это самое болезненное воспоминание, которое есть у меня в жизни Самое болезненное воспоминание Никто про это не знал Из реальных знакомых никто не знал Все усугублялось тем, что 16 лет возраст моего поступления в ВУЗ И ситуация, которая происходит, происходит накануне поступления То есть, представляете, ЕГЭ, Олимпиады У меня очень нестабильная психика Потому что я действительно узнаю, что любовь моей жизни на тот момент Это человек, который меня все время обманывал Человек, который меня все время обманывал Которого звали точно так же, как звали меня все это время Я не смогла это вывести И я скрывала от всех в реальной жизни Я скрывала это от отца Я скрывала это от матери Но потом мы перед поступлением в ВУЗ Поехали с отцом на море, на отдых И, знаете, был такой хороший приятный ветер Хороший вечер Мы гуляли что-то с ним по набережной Мы общались там о всякой вот этой вот мужицкой фигней И мне было так плохо И мне было настолько больно Что он не видел эту мою боль Хотя он вроде как психолог там, сексолог все такое Что я решила с ним поделиться Я не рассказала ему всю историю Я просто сказала, что типа У меня были отношения И эти отношения закончились И мне сейчас очень плохо И он не поддержал меня Он на меня разозлился Он на меня разозлился И сказал, что Фантом Что все это Бордерсковая хрень Это всего лишь фантом Что он не знал Что за отношения были Он вообще не догнал Что за хрень происходит Куда у меня отношения Когда я дома все время сидела Вот, он реально не догнал Потому что тогда не шарил за интернет Слово вообще Просто Когда я уже стала быть более взрослой Я понимаю, что Он все, что делал в детстве Это он прививал мне Знаешь, типа Такую модель поведения Аля то, что женщина обязательно должна найти В ближайшее время Очень богатого мужика Очень богатого Типа из серии Что в 16 лет уже пора найти мужика В 18 лет уже надо выйти за него замуж Желательно, чтобы он был за 70, за 60 Вот Чтобы он как можно быстрее помер Это его прямая цитата И дальше ты стала, типа Одинокой вдовцой Очень богатой И купила ему вертолет Это тоже его прямая цитата Вот Ну и В детстве, типа Мне казалось, что все это классно Прикольно Потому что, ну Это норм А потом, когда я уже выросла И столкнулась вот с этой вот хернёй Когда, да Мой парень оказался девушкой Когда я столкнулась от кучи Там, не знаю Непонимания отца Он запрещал мне сидеть в интернете То есть, поэтому У меня там миллион аккаунтов всяких, да Вот древних Которые они сейчас находят С разными датами рождения Ах Вот Он меня не поддержал Он меня буквально очень сильно обесценил Когда сказал, что типа У меня там есть отношения У меня окажут в них проблемы Он на меня наорал Сказал, что все твои отношения Это фейк Что ты занимаешься хуйнёй И типа Типа, зачем ты тратишь своё время Пока молодая Ты должна искать нормального взрослого мужика А не это всё В этом ходе у тебя, в принципе И понимание, что нужно скрывать Потому что, значит, я бесценю И скажешь, что это всё херня Он реально посмотрел на меня Так, как будто я вселенское разочарование А потом он стал делать мне мозги И говорить, что вообще-то Мы находимся в дорогом месте И здесь много хороших, типа, людей И типа Какого хрена ты вообще сейчас Вот этим всем вот страдаешь Какими-то непонятными отношениями Если тут полно очень потенциальных Или уже, как бы, ну, крутых мужиков Я поступаю в ВУЗ 1 сентября Ну, или когда там студенты идут, да На первый курс, не помню Я уже живу у матери Потому что она уже вышла замуж за, ну, моего отчима нынешнему У них уже была квартира в Москве Соответственно, я живу уже с ней Я помню, что когда я ездила в ВУЗ Иногда я ездила пораньше Ну, типа, выходила из дома пораньше Потому что я не могла справиться со своими эмоциями Я знала, что мама увидит, что у меня истерика Я выходила пораньше Я просто садилась на метро Езжала до кольцевой линии И просто по кругу каталась и плакала Я сидела в метро Типа, в очках солнечных Просто так вот закрывшись и рыдала Рыдала, рыдала Каждый день почти Он потом как бы видела, что время подходит, что пора идти в универх Что все, надо собираться Я выключала эмоции Я заставляла себя натянуть улыбку Как бы, что все хорошо Все Я выбрала роль клоуна Я всех развлекала Я была, знаешь, таким, типа, человеком Который не просто человек Который ко всем сам лезет Типа, привет, как дела? Че делаешь? Почему ты сегодня такой грустный? У меня начинают появляться первые друзья в интернете Там ребята Мы общаемся И я за них очень сильно держусь Потому что, ну, мне нужно просто вот это вот все Я подстраиваюсь под роль какого-то, типа, психолога Что, ну, типа, у меня все хорошо в жизни Какие проблемы у тебя? Типа, не важно, что у меня там У меня все нормально Там у меня всегда все хорошо Это моя любимая фраза Как у тебя-то дела? И когда я слышала, ну, истории, которые, типа, из Сирии Вот, там, на самом деле, там, мама сегодня мне, там, ну, Не знаю, какой пример привести Сказала, что нужно надеть черные штаны А я хотела надеть и какие-то такие истории И я действительно пыталась проникнуться максимально в эти истории Чтобы просто забыть о том, что у меня происходит Я учусь, я страдаю Я понимаю, что из-за того, что мои отношения развалились В моей жизни нужно найти какое-то замещение Потому что я еду в ВУЗ Приезжаю домой Пока нет матери, пока нет отчима Я просто забираюсь под стол и рыдаю И так каждый день И так я рыдала вплоть до момента Пока я, ну, не избавилась от таков Моего старого имени и моей старой фамилии Я просто иду во все тяжкие Я там начинаю мутить с каким-то мальчиком с первого курса Просто на рандомной волне Через две недели я понимаю, что мне это ничего не доставляет Типа, разрываюсь с этим мальчиком всякие отношения Ищу себе какого-то взрослого мужика Конечно же, я их периодически нахожу Но как нахожу, так и они сливаются И просто страдаю все мои 16 и 17 лет Делаю вид, что мне очень весело Но в душе мне отвратительно грустно Я не вылазила Я делаю большинство вот этих вот кринж-фото Не знаю, что о них сказать Опять-таки, с той целью, чтобы привлекать как можно больше людей Одеваюсь максимально вульгарно В общем, все кринж Я подумала, что, возможно, действительно я была не права Что не нужно было никакие отношения в интернете строить Конечно, я думала, что вот мы сейчас закончим школу Встретимся, у нас там будут настоящие отношения Бла-бла-бла И я подумала, что отец был прав изначально Типа, что надо найти богатого мужика И я, так сказать, пошла в разнос То есть я пошла в разъем Если до этого момента в целом в моей жизни было все более-менее норм Ну, то есть, когда я интересовалась темой, в которой он работает Все это пересчитывала И тут я подумала, решила, что нужно срочно менять все в своей жизни Я там, знаешь, типа, стала одеваться очень развратно Я реально стала гулять там, где гуляют взрослые богатые мужики Я стала, типа, ну не знаю, с этими взрослыми богатыми мужиками Не то, чтобы мутить Все, я сейчас понимаю, мне 16 лет Вот И речь про 50-летних мужиков сейчас Ну вот И что, типа, надо вращаться в их обществе, в их кругу Типа, нужно выходить на нормальный уровень Вся эта детская хрень была пшиком Бла-бла-бла-бла-бла-бла Ну и, собственно, вот Ну а потом уже все сложилось совершенно иначе Как ты можешь понимать Ну, пару лет, когда я, знаешь, прям на вот этой вот адской боли От этого предательства Я просто шла куда угодно Мне очень повезло, что я пересралась с родителями На фоне всего этого Очень сильно пересралась Поэтому мне не давали денег И мне приходилось копить каждую копейку Ну, типа, из серии Мне давали четко на проезд И даже, ну, типа, серии, знаешь, на еду не давали Ну, мне, типа, давали в день, блядь, рублей 100 Это буквально только на билет туда-обратно Вот Я копила все эти деньги Чтобы ходить в какие-то самые дешевые магазины, которые только есть И покупать самую дешевую одежду Ну, типа, чтобы быть секси Или, знаешь, платье там очень облегающее Ну, которое привлекает внимание Вот Поэтому Только потому, что у меня не было денег Я, там, знаешь, типа, не ушла в алкоголизм Или куда еще хуже Только по вот этой вот причине Потому что у меня не было денег И мне нужно было круто выглядеть, чтобы привлекать Богатых взрослых мужиков Которые бы заглушили мою детскую боль На этот момент я здесь сказала недостаточно корректно Я не то чтобы пересралась с родителями Мать просто не одобряла моего внешнего вида Она ужасно вообще не одобряла, как я хожу в универ Что я вообще делаю И она мне, типа, пыталась удержать меня от беснования тем, что не давала мне деньги И давала мне деньги, вот, знаете, прям вот копейку в копейку А отец мне просто надо мной иронизировал Говорил, ну, подожди, ну, ты же с мамой живешь Как бы, вот, у тебя там мама есть У мамы, там, мужик есть Пусть они тебя обеспечивают А я даже не понимала Я даже не понимала, что это как-то неправильно Я просто все это слушала Такая, ну, да, ок А при том, что он, как бы, законно еще обязан был платить мне алименты Это никого не волнует, типа Я пыталась забыться в чем, но только не пыталась забыться Не получалось Вообще никак не получалось Я срывала все это Я это реально, типа, первый раз Каким-то моим уже реальным друзьям рассказала О взрослом возрасте То есть, помню У меня есть одна из лучших подруг Я поделилась с ней этой информацией Наверное, когда Ну, мне года было двадцать четыре, то я двадцать пять То есть, как бы, настолько тяжело А сейчас я расскажу об этом Огромная аудитория Это пиздец, мои моралки А мне еще за это, блин, в ТикТоке Каждое первое сообщение Привет, Полин, как дела? Ну, привет Все, легче стало Мне нет, ну, если тебе да, то ок, хорошо Моя задача в универе была найти себе Как говорил, как завещал отец Богатого мужика Потому что на тот момент у меня был Такой внутренний диалог между собой, что Как бы, я пыталась найти свое счастье Сама выстроила его, да Но я сделала неправильный поступок Я получила ужасное предательство Это значит, что взрослый человек гораздо умнее Взрослый человек, который достиг огромного уровня Он умнее И было принято решение Еще больше начать общаться с вами Было принято решение Учиться у него всему этому Было принято решение Пойти на курсы Ну Понимаете, да? Как бы В общем, было принято Очень много решений Что сделать в жизни А мне все И с 16 лет поступило На первый курс Дальше моя жизнь Вплоть до Моего Восемнадцатилетия Была по сценарию Что я буквально себя грумлила Для того, чтобы вот Найти какого-то мужика Где я их только не искала Отец регулярно таскал меня тоже К себе на работу Там на какие-то типа В гости мы ездили Он мне говорил Что вот сейчас Типа езжай С моей там женой в гости Какой-то рублевской жене Какому-то богатому мужику Типа знакомься Вот с этой вот женой Смотри Может быть там у него Там какие-то знакомые тоже есть Кто ищет себе девушку Ну короче Там был просто полный сюр Ребят Но я рассказывала это Я блин просто в ужасе Потому что Это не та информация Которую я храню Убережно Это не мило Восемнание точно травмирующее Ееее Вот И Да Начинаю делать фотографии Которые до сих пор существуют В какой-то момент Я понимаю, что я уже Более-менее взрослая Что надо бы как бы Взвлекать людей через интернет Начинаю Ходить на все возможные фотосессии Там ТФП Очень модное слово Там делать какие-то пошлые Вульгарные Отвратительные фотографии Я делала эти фотки Я создавала огромное количество анкет На разных сайтах Там я не знаю Чтобы куда-то все это загрузить Я хотела, чтобы люди меня видели Чтобы у меня была какая-никакая Медийность Потому что то, что я поняла Исходя из общения с отцом Мало быть как бы молодой И симпатичный Как бы Да, меня все считали красивой В том возрасте Я начинаю делать много подобных фотографий Загружаю их на всех сайтах Отсюда пошла дезинформация Информация про мой возраст У Сливера Потому что на некоторых сайтах Можно загрузиться только если ты взрослая И естественно я ставлю себе Более взрослый возраст Чтобы привлекать как можно Больше внимания людей Чтобы как можно Больше внимания у людей Познакомиться Ну и как бы в целом Когда ты ребенок Ты думаешь, ну вот сейчас Поставлю себе взрослый возраст Там в некоторых случаях Это будет прям очень классно Вот самое просто жуткое Что наверное Я могла о себе рассказать У меня настолько Были мозги промыты тем Что я должна Наносить себе Богатого взрослого мужчину Что в какой-то момент Когда я была ребенком Естественно все эти фотографии Делала не только для того Чтобы выкопастить Я стала регистрироваться На сайтах знакомств И искать себе там папика И я будучи 16-17 летней Вот получается Студентка первого-второго курса Я регистрируюсь На всех этих зашкварных сайтах Чтобы найти себе Взрослого мужика Который может меня обеспечить Я даже ходила Несколько раз На такие свидания Будучи ребенком Все вещи хочу напомнить И конечно же Ну как бы Когда дело доходило До чего-то более серьезного Все-таки люди Хоть и рофлили типа Истерии что Ну что тебе 28 лет там Потому что я выглядела Очень взрослой Я в последние моменты Как бы когда уже Могло перейти к чему-то Ну что было бы вообще Очень общественно неприемлемо Говорила что На самом деле мне 16 Естественно Меня после этого всего сливали Но мне просто в этом вопросе Очень повезло Я знаю что есть очень много Состоятельных мужчин Которые в этом Ну совсем не парятся Но мне повезло Вот Однако Это совершенно не мешало мне Рассказывать всем моим знакомым Из моей реальной жизни Которые у меня уже появились Вы не верите Что я такая вообще Нифига себе чика Что 40 косарей Это сумма Которая стоит Чтобы мне дать ее В каких-то там Не знаю Ночных клубах И что вообще Как бы было очень много Вот этой вот всей А-ля эскортной шутки Ну вот При этом как бы все еще Не было ребенком И в целом Мой отец знал Что я общаюсь С такими взрослыми мужиками И я помню что В один момент Я реально не иронично Влюбилась в одного чувака У нас даже С подругой Которым я ее обсуждала Был юзернейм для этого мужика Рыцарь в угах О господи Потому что однажды он пришел В очень дорогой ресторан Типа знаете В таком классном костюме И у него были ужасные уги Поэтому У него был погоняло Рыцарь в угах Но он был очень похож на моего отца Которого тогда боготворила Поэтому я типа В этого взрослого дядьку Влюбилась И Ну это было очень тупо Конечно же он меня слил Мы виделись суммарно четыре раза Но у меня прям крыша Как от него отъезжала И В один день я типа Спрашиваю у моего великого отца А что мне делать Вот у меня есть взрослый дядька И отец начал давать мне советы Как хохмурить взрослого дядьку А потом начинал сам угорать с того Что типа Это же мужик моего возраста Ну типа Возраст моего отца И типа Будет очень забавно Если я выйду замуж за этого мужчину И мой отец будет ему говорить Ну чё сынок привет Зви меня папой Это типа Была очень смешная Вот у него такая шутка Извините Немножечко стекаю кровью от нервов Короче Фотки то Отличаются Значит Солнечные были Пластические операции На вкусненькое Мы с вами поговорим на эту тему Будет отдельное видео И я вам расскажу Небольшой спойлер Все кто тут Вдохновились в том Что вау посмотрите Какая она стала классная А вот была не очень Ну типа даже кто в хорошем смысле Не вдохновляйтесь Моим примером раньше времени У меня было Семь Ринопластик Семь А к этому беремся в вопросе Пластических операций И всех биомодификаций У меня очень часто Люди обвиняют в лицемерии Ну просто потому что Так исторически сложилось В лицемерии меня обвиняют Ну с момента Я взяла эту баналку Она начала про кота Самый основной посыл Что на самом деле Я тип хайплюсь Теперь давайте начнем с того Что когда мне было 16 лет 16 или 17 лет У меня вышло две книги Первая называлась 500 чайных откровений Я буду орать Если она у вас есть Потому что я знаю что она очень много у кого есть Она на тот момент очень хорошо продавалась Там был тираж по моему Сначала 100 тысяч Потом еще какое-то количество тысяч В общем это книга Моего тогдашнего авторства Авторства с отцом Но не спешите ее искать и гуглить Потому что Отец мне говорил Тебе нужно быть Пасная и крутая девочка Тебе нужно ставить свой статус Поэтому давай Мы с тобой Напишем тебе книгу У него много книг Очень много книг Типа там У него наверное книг 15 И он такой Давай тебе тоже сделаем Я такая давай Мне тем более это интересно Плюс у меня же есть уже там Оба там написания Огромного количества всякого Высера на бионе Я как думаю да На тот момент Плюс я уже на журналисты учусь Не имею право писать книгу Мы начинаем писать книгу Я ему там пишу все что я хочу сказать Потому что эта книга Должна была быть знаете Аля ну С отчаянных откровений Моими личными историями Но только Без вот этой вот Которой из Биона Это типа На нее был бан Моими личными историями Моими переживаниями И историями других детей Которые типа Присылают свои письма И напихивают в эту книгу И типа Мой отец как психолог Он как бы анализирует Все что здесь написано И дает как бы советы Детям и их родителям Если родители читают эту книгу Как типа вести себя с ребенком Такой у него был концепт Я начинаю ее писать Я как бы Отправляю все отцу Я все сделаю Я говорю да Я думаю блин мне 16 лет У меня уже книга выходит Это же просто охрененно И когда книга выходит в печать Я охреневаю Потому что то что Я получаю на руки И то что было написано там Это был крич Это было мое первое разочарование в отце Он даже не сказал мне Что он поменял там все Там нет моего слога Его там нет Там все написано сухим литературным языком Там нет вообще меня Там все переиначно Там истории которые как со мной не связаны Что то понятно осталось Но в основном там все по другому Там какое то абсолютно Ну это другое Это знаете типа ну блин Ты закажешь в аптеке вот это А тебе продадут вот это И ты не понял как бы какого хрена Это настолько было проразное Я была в ужасе Когда я была в ужасе спросила у отца собственно что произошло с книгой Почему здесь вообще не так Он мне сказал что ну ты не понимаешь Так нужно Я типа шарю Я знаю как писать Поэтому просто забей Типа ты получишь свои деньги И как бы ну за эту книгу Поэтому не парься Спойлер Я не получила денег за эту книгу Он дал мне счет 15 или 20 тысяч рублей Ну как бы Хамон И мы пишем вторую книгу Он такой Первая книга хорошо зашла Объективно там у нее все было прекрасно по продажам Насколько мне говорили Не знаю может набрали Пишем вторую книгу Он такой Вторую книгу нужно написать Знаешь с каким более хайповым названием Давай назовем его Первый залет в 14 И я такая А давай Я не залетала в 14 У меня не было такого опыта Почему Книгу решили назвать так Потому что она была опять таки по тому же концепту Типа я рассказываю личные истории Дети рассказывают личные истории Но в этот раз мы больше затрагиваем тему как раз таки полового смешения Потому что он готовил меня так же к тому что Я возможно буду тоже приводавать всю эту сексологию То есть учить там девушек Но более молодых То есть если он взял себе аудиторию девушек постарше То я буду как раз работать с девушками помоложе Такая была на типа концепту отца Мне тоже было это интересно Поэтому я как бы тоже изучала все это в очень огромном количестве При том что у меня не было опыта отношений Но как бы это не важно Пишем вторую книгу Все проходит по тому же сценарию Я что-то там пишу Люди что-то туда пишут В итоге выходит вообще другое Я уже забиваю хрен Ну в общем это история про книги Но мне было очень тоже неприятно Далее происходит ситуация абсолютно идеологии Совершенно дебильнейшая Я думаю что если вы прочитаете кусок этого текста Вы поймете что я так не могла говорить Ни при каких обстоятельствах От слова вообще Первая влюбленность И в третьем тысячелетии Кружит голову Так же как и во времена Шекспира или Пушкина Только почему-то несмотря на экскуальную революцию Свободы больше не стало Мы молодежь Девушки и юноши По-прежнему боятся Рассказывать вам родителям О своих симпатиях и любовных Что там прохождениях Ну я думаю вы понимаете что я никогда так не формулировала текст А они блин просто выкинули мой труд И написали все от моего имени Далее происходит ситуация абсолютно дебильнейшая Дебильнейшая Мы уже написали две книги Я уже надела миллиард фото Я уже такая типа начинаю тусоваться с какими-то взрослыми мужиками Потому что я нарегистрируюсь на миллионные сайты знакомств Я уже просто знаю куда надо ходить Где их цеплять И что нужно делать Как нужно смотреть Как нужно говорить У меня огромное количество поклонников Но ни с кем мутки не случаются Потому что когда как бы Ситуация доходит до чего-то более интересного Или понимают что я школьник Ну как школьник Что я в универе учусь И я конечно же нахожу миллион причин в себе Отец выражает уже мной Какое-то такое знаете Микронедовольство Он напрямую мне еще не говорит То что типа Почему у тебя нет мужика Но как бы уже намекает Мне достаточно недвусмысленно Что как бы Дорогая моя Скоро 18 лет А ты еще Ни с кем стабильно не замутила Все это несерьезно Потом когда вам там 25-30 лет И у вас бабушка спрашивает Типа когда внук или когда замуж Просто подумайте Что я это слышала Лет примерно Ну с 14 А еще он говорил Что он обязательно продаст мне Богатому мужику У меня ужасная паника Я вообще не понимаю что делать Я начинаю общаться со всеми Я начинаю просто корешить Со всеми с кем можно корешить Я общаюсь с какими-то сомнительными персонажами Персонажами из контакта Я уже всех имен не перепомнила Я даже тусовалась с Кариной Барби Потому что мне казалось что она классная Я занималась Гоу-гоу Ну это танцы такие Типа в клубе для развлечениях Чего только я не делала Как раз в тот период Я начинаю дико Фанатеть по всяким Кате Самбука По девушкам из плейбоя По эскортницам Прям таким знаете Элитным Люксовым Я думаю Блин ну вот у меня не получается Там типа с ловим силами Чего-то найти Мабе мне как-то вообще в эскорт подастся Типа я аж умная Я аж не собираюсь просто там прийти одноразово Я иду как бы целенаправленно с мужиками знакомиться Нашла какой-то рандомный Я даже не знаю типа сайт Типа элитный эскорт Какой-то бред Заполнил туда свою заявку Чувак оттуда мне звонил Мы с ним общались Я говорила то что я очень богатого мужа Чувак на чем-то повесил трубку Это было ужасно Стыдно неловкий кринж Ну понимаете это настолько просто тупо и плохо Что вот я уже ржу Вот за это типа я не испытываю какого-то кринжа Это просто смешно и плохо То есть ну дети не должны заниматься такими вещами Я не иронично потом слушаю историю о том Что там Карина Барби продала свою девственность Или какой-то бред И думаю а мы бы мне тоже я заработаю миллион долларов Ну просто бред Нет то этого ничего не случилось Как бы все нормально Но идеи у меня такие были И в интернетах я на это очень много высиралась Типа из серии Вот я пафосно элитная Такая Кошмар короче Да Поэтому ребят Но если у вас не очень отношения с родителями Просто Imagine Какое безумие было у меня в семье И в принципе Ну как реально нужно было растить ребенка Чтобы он не иронично мечтал стать Эскортом Но из самого тупого Что за счет того что я выкладывала свои фотографии Абсолютно везде И как бы естественно В тот момент была такая тема Что если ты плюс-минус популярный человек То твои фотографии могли просто брать И выкладывать на всевозможных сайтах Типа там дам по вызову И это конечно немножко кринж Но я не могу сказать что это как-то типа Ну меня особо сильно волнует Потому что ну я понимаю что На таких сайтах на тот момент Сейчас я типа не знаю как это все выглядит Тогда мне просто регулярно те же самые Мои однокурсники Мои там не знаю какие-то кореша кидали мне ссылки Там буквально на мои же анкеты Где какой только информации там не было Потом мне происходит ужаснейший срач с отцом Отвратительный Это очень тупая причина Я вам сразу скажу вы сейчас кринжанете от ее тупости Он обещает мне машину Потому что он говорит что вот В 18 лет тебе исполнится У тебя будет крутая тачка Ты должна гонять на какой-то очень крутой машине Потому что естественно ты должна подъезжать к каким-нибудь ресторанам Чтобы все сразу видели что ты девочка из богатой семьи Поэтому тебе нужна очень крутая тачка Ну и как бы он мне постоянно промывал мозги Что вот на 17-летие он мне купит какую-то крутую тачку Дело подходит к моему Дело подходит к моему 17-летию Возраст ну типа знаете там лет 17-17 с половиной Я вот такая спрашиваю папа Что за машину ты мне купишь? Он такой ну купим тебе или Мерседес или Ауди Какой-нибудь там посмотрим ситуации Я такая класс Меня устраивает А потом как бы у него произошла другая отрата На другую видимо более приоритетную женщину чем я Да и он такой Знаешь я потратила все тебе деньги Ну куплю тебе другую машину все равно Я же первая буду да Ну покатаешься на чем-нибудь попроще И в этот момент я поняла что он меня ни во что не ставит Дело не в машине вообще не в машине Дело в том что этот человек который мне втирал вот эту всю историю О том что тебе будет 18 обязательно нужно пересаживаться на личный транспорт На какой-нибудь пафосный Чтоб все видели что ты не просто какая-то там девочка А пафосная девочка И поэтому он меня очень долго к этому с вами подготавливал И тут он мне говорит ты знаешь что потратить деньги на другое Поэтому давай сделаем ну тебе просто какую-нибудь обычную машину попроще Нет ничего плохого в машине попроще Но меня это задело настолько до глубины души Настолько именно в этот момент я преисполнилась и поняла что этому человеку никогда не была нужна Что он буквально просто через меня хочет получить себе какой-то я не знаю вход Ну не знаю в определенный может быть круг лиц Потому что он рассчитан на то что я что-то там не знаю За кого я не знаю там думала что я выйду замуж Ну он на меня очень большие планы строил У меня никогда не было приоритетом Я никогда не буду ему поддержкой Вы скажете это могла понять раньше Ну у меня были конечно какие-то зачатки разума Но я не понимала раньше И до меня доходит что раз он ставит приоритетом Какую-то рандомную непонятную абсолютно женщину И что он ставит приоритетом не меня Мое восемнадцатилетие Которая это очень важная цифра А другую женщину И просто не выполнять свои обещания Потому что он подумал решил что лучше слить те деньги Которые у него там были в большом количестве какого-то другого человека Я просто лицо лица Я очень сильно на него обиделась Я очень сильно на него обиделась И я рассказала историю маме То что вот такая вот хрень происходит с отцом Она посмотрела на меня и просто сказала Ну она никогда никого не осаждает от слова Типа ну блин ты Я тебе не просто так всегда говорила Что это не тот человек С которым нужно так много общаться Проводить время Он засрал тебе мозги Ну типа я знала что Рано или поздно все будет как будет Поэтому ну забей просто на него хрен Справимся со своими силами сами Мне восемнадцать лет Я еду менять свои данные Имя Имя с Полиной на Мелиссу Почему Мелисса Боже Ребят сейчас умрете от гринжа Поэтому я не хочу чтобы меня звали Мелисса и Алиссой Копятки Из-за того что у меня было очень много желания Быть такой суперхот Вот это вот все Из-за того что у меня было желание Максимально нравиться мужчинам Соответственно я себя все время чувствовала Такая дерзкая сучка И была одна песня Где текст Ну короче это просто ужасная вульгарная песня Про девочку которой 16 лет Но она любит там как бы порезвиться Назовем это так И я такая О это ж про меня Назову-ка я себя как вот эту вот девочку из этой песни Так и появилась Мелисса Да это тупо Но как бы мне казалось что это очень валидно Круто и вообще звучит потрясающе Меняю имя Фамилию меняю на фамилию Типа серии моей бабушки Вот и все как бы Мне исполнилось 18 лет Он даже не поздравил меня с днем рождения Зато 18-летие я отпраздновала в ЗАГСе И меняла имя и фамилию Я была Это было единственное что спасло бы меня от того Чтобы я буквально не вот это Потому что я где-то в глубине души Я верила что если я изменю Вот эти две построчки То Моя жизнь изменится Но все страдания пройдут И все станет лучше Молилась когда мне скорее будут дать новый паспорт С новым именем и фамилией Чтобы весь этот сад эмоциональный закончился А потом я знакомлюсь с компанией Из универа Далина Просто с рандомной компанией пацанов Знакомлюсь я с этой компанией Как бы это странно не прозвучало Потому что внешность одного из этих мальчиков Была один в один Как внешность чувака с которым он встречался на бионе Ну по фотографиям И когда я увидела того пацана из вот этого компании Далина Я такая Это что знак? Я увидела этого мальчика Я просто в него вцепилась Ну я буквально в него вцепилась Потому что я поняла что Ну вот только там наверное возможно ответить на себя Ну для себя на вопросы Потому что рано-то не закрылись Я подумала что сейчас у меня произойдет трансфер Всех моих эмоций негативных Я снова буду получать кайф Потому что я стала вообще-то с мальчиком Который один в один как тот чувак И я такая просто все Влилась в эту компанию Я даже не поняла как на это влилась Влилась мы стали вместе постоянно тусить Мои мысли о том что мне нужно искать папика Все еще конечно присутствовали в моей голове Я все еще ходила на стрёмные свидания У меня все еще ничего не получалось Я все еще была уверена что я недостаточно красивая Что возможно как бы я недостаточно хороша Недостаточно умная Я находила причину того что у меня не получалось строить отношения с мужиками Исключительно в себе Но потом В какой-то момент мы знакомимся с Давидом Я втираю Давиду эту дебильную дичь О том что я вся такая просто Знающая девушка Давид угорает с меня Ну откровенно рофлит И мы начинаем очень много общаться Нам очень комфортно вместе Ну и все Потом мы вступили с ним в отношения И когда мы вступили в отношения Он сказал Помнишь когда мы с тобой только познакомились И ну типа еще не начали встречаться Что я тебе втирала И что я говорила моей матери Когда она звонила и спрашивала А где ты сейчас и с кем То что ты там с олигархами типа Одновременно с тремя И меня сейчас сношают прямо три мужика И что вообще 40 тысяч рублей Моя любимая цена Потому что столько стоят мои услуги Ну учитывая что я с тобой пристально следил То я знал тебе практически всю правду Понятно я не верил Но я не понимал с чем ты это делаешь Я как ты понимаешь Сейчас у меня уже стадия Когда я отошла от истерики Я уже просто улыбаюсь и ржу с этого со всего Но типа Тогда мне действительно казалось Что я делаю это круто И что вот то что я такая молодая прошаренная И какие-то богатые взрослые мужики на меня реагируют Это типа классно Но я очень сильно влюбилась И рассказала ему историю про отца Что типа вот я не общаюсь с моим отцом Что все как-то так достаточно хреново На что он мне отвечает Что это неправильно Что у тебя такие хреновые отношения с отцом Ты все-таки должна с ним помириться Потому что это типа важно Ну у Давида типа хорошая семья В этом плане там мать с отцом Все нормально И он ну не знал тогда моего отца Просто настоял на том Чтобы мы помирились Я позвонила отцу Сказала типа привет Просто привет Он такой привет Как будто ничего не было Как будто мы общались сегодня утром Настолько посредственно Он ему просто похер Он просто был на меня насрать Всегда с момента моего рождения До того момента Ему было просто похер на меня И я ему такая А можно приехать типа Он такой Да И я такая Можно я с парнем приеду Потому что Давид очень хотел с ним познакомиться Он такой Только у тебя парень появился Такой заинтересовался Такая Да И мы приезжаем вместе с Давидом Давид у нас Мама у него русская Отец армянин Догадаетесь да Дальше что было Или нужно подсказать Ну в общем Отец мне все высказал На тему того что Мой молодой человек Буквально молодой человек Вот А национальность Какая-то у него такая Не как бы мой хотел Отец Представлять себе Моего партнера Вот так С тех пор Давид очень сильно Вознелюбил моего отца Он сразу сказал Что все Ты была абсолютно права Ты больше не должна с ним общаться Он Действительно понял Что у него серьезные чувства По отношению ко мне Я поняла что у меня серьезные чувства По отношению к Давиду И что нам нужно Решать вопросы Моего отвратительного прошлого И проговаривать Всю вот эту хрень Которая была Конечно же он все знал Он все это видел И все эти фотки там дурацкие И всю эту инфу Со своими какими дебильными мужиками Как бы И моего дебильного отца Который все это поддерживал И благодаря нему У меня это все Возросло в голове Вот И он пытался наладить Давид Пытался наладить Давид пытался наладить Мои отношения с матерью Не понимала меня Естественно я не понимала ее И было очень сложно Но это уже настолько сложная И долгая история Что я не хочу эру говорить Но главное Вопрос в том что Именно Давид помог мне И вот если бы не он Я не знаю что было бы Меня даже сейчас задрясло Вот Поэтому Я реально не знаю что было бы Если бы в моей жизни Не появился бы мой вот муж А еще Мы с Давидом уже начали Когда встречаться Мне писало бесконечное количество Этих мужиков И я как сегодня помню Это была наверное Одна из моих самых последних встреч Как раз таки с отцом Ты меня забирал Помнишь Когда у тебя был приступ со спины На новый год И позвонил один из Ну таких тоже богатых мужиков Вот Ну Давид расскажи что ты сделал Да я же не помню Я даже не помню дословно Ладно Дословно не надо Зато нам это видео заблокируют Если ты скажешь Чтобы было дословно Я думаю и так все понятно Короче позвонил мужик Давид забирает меня от отца И ну он выхватывает мой телефон А это очень 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 Выширительный мужик был Очень Взрослый Возрастом его бати И Давид просто начинает его Которому тоже 18 лет У нас доведен типа разница Две недели Но зато ты работала Больше никто не звонил Ну кстати да Что очень странно Он тебя реально как-то Очень сильно испугался И все Ну типа больше не сразу болит Мне кажется с моим темпераментом 18 лет Меня сложно было не бояться Ну вообще это правда Ты был очень опасный тип Собственно такая моя история Конечно невозможно рассказать вам Всю жизнь за 20-30 минутное видео Но Какой я хочу подвести итог Было тяжело Было очень тяжело Все еще тяжело Я перенесла все то дерьмо Я все еще выжила Хотя не всегда хотелось Но Все еще жива Все еще хорошо Сейчас чувствую себя комфортно Я на том месте где я должна находиться Все что я делаю Мне дается очень с великим трудом Поэтому я очень ответственно ко всему подхожу Потому что мне пришлось переделать над собой Гигантскую работу Избавиться от этого дерьма в голове Пришлось очень очень тяжелыми усилиями Очень огромным количеством Разговоров с друзьями Очень большим количеством преодоления себя Это было непросто Я надела очень много херней всякой Я просто сделала очень много тупостей За достаточно короткий промежуток своего времени Но если вы хотите осуждать меня Но мы все люди И абсолютно каждый человек имеет право на ошибку И имеет право не говорить об этой ошибке Я считаю Какой можно подвести вывод Если вы не хотите что-то о себе рассказывать Это абсолютно ваше право Вы можете о себе Говорить что угодно И не говорить что угодно Это только вас касается Рассказывать о своих моральных травмах Наверное круто Возможно моя история Кому-то поможет Кого-то мотивирует Но это не значит Что вы должны это делать И просто вопить всем Что вы тоже через это проходили Если вы через это не хотите Если вы не хотите об этом говорить Вы просто знаете тот факт Что в некоторых ситуациях Даже если вы о чем-то не хотите рассказывать Всегда может найтись тот человек Который скажем так Человек или группа лиц Или возможно Вы как и я станете Однажды звездой тикток И все будут рыть про вас Ваше древнее старое белье И у вас не останется выбор Кроме как рассказывать Про свои душевные травмы Поэтому Если вы о чем-то не договариваете Ну возможно Однажды кто-то договорит это за вас Вообще знаете Вот я рассказала это все Я сижу такая Что я в конечном итоге Даже наверное рада Что теперь вы все это знаете Мне немножко кринжало Самое себя Потому что моя жизнь Далеко не сахар И она не такая сказочная Как мне бы наверное хотелось Но с другой стороны Я преодолела такое количество Ужасного дерьма И я все еще жива Ну да С проблемами с головой Во многом как бы Не самый наверное лучший человек В этом мире Но Все еще лучше знаете Чем то что было 10 лет назад Поэтому я с большой уверенностью Не могу сказать что я стала лучше А это самое главное Ведь единственный человек С которым есть смысл конкурировать Это самой собой Пока